Уважаемые телезрители, добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» Шесть недель подряд на телеканале ОНТ осенние игры «Что? Где? Когда?» Юбилейный десятый сезон в клубе белорусских знатоков. Четыре команды уже сыграли осенью. Команды Федора Шведова, Дмитрия Шпака и Елизаветы Гришкиной неделю назад свои игры проиграли. А вот команда Андрея Супрановича победила. Сегодня пятница, 26 октября, и мы начинаем трансляцию решающей пятой отборочной игры. Против телезрителей сегодня играет команда Алены Повышевой, преподаватель Валерий Семенов-Могилев. Обладатель «Малой хрустальной совы» бренд-стратег Елена Шибут, Минск. Инженер-программист Сергей Башлыкевич Ашмяны. Ресурсный менеджер Денис Сулавко, Брест. Геодезист Владимир Михалченко, Витебск. Капитан команды, обладатель «Малой хрустальной совы» продюсер Алена Повышева. Сегодня против команды Алены Повышевой сыграют следующие телезрители. Дмитрий Денисов, Минск. Лидия Хоменко, Гомель. Надежда Сиваева, Логойск. Сектор «Бориста». Сергей Синицкий, Сморгонь. Алексей Шивнин, Слоним. Елена Константинович, Рогачев. Набил Бринси, Быхов. Сектор «Блиц». Дмитрий Олейников, Павлодар. Наталья Усова, Кленки. Александр Адамович, Сетловодск. Тринадцатый сектор. Осенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, госпожа Повышева. Добрый вечер. Веселой, задорной и результативной была ваша первая игра вашей новой команды в нашем клубе. Все так. Как вам в белорусском телеклубе после возвращения, Алена? Примерно так же хорошо, как было. Возможно, даже лучше. Скажите, а есть какая-то ностальгия по предыдущим девяти сезонам? Конечно. Первые игры, вот господин Супронович, например, делился, они пересматривали совсем недавно со своей командой первую игру в свой клубе. А вы смотрели сами себя в 2009 году? К сожалению, да. А почему к сожалению? Ну, потому что, когда ты садишься первый раз за стол, ты кажешься себе гораздо умнее, чем потом смотришь по телевизору. Да, я понял. Хорошо. Давайте посмотрим. Не видел я, где... Павлодар остановился. Волчок. Госпожа, вам удачи сегодня. Спасибо. А против вас играет программист Дмитрий Олейников, город Павлодар, Казахстан. Джузеппе Матераци – это итальянский тренер, который руководил футбольным клубом «Лацо» с 1988 по 1990 год. Внимание, вопрос. А по какой причине Джузеппе Матераци получил от журналиста в прозвище «Мистер Икс»? Ничья. «Икс» – это ничья в футболе. Он часто играл в ничью. Хорошо. В тотализаторе. Один – это победа. Поехали дальше. Если они десять раз что-то выиграли, и «Икс» как десять ничья. Он игрался чаще, чем на своей тренерской скамейке. То есть он не ходил на игры, в принципе, то есть вот это было. Нет, вряд ли. Неизвестный. А схема тактическая что-нибудь там. То есть смотрите, если он играл, если он два года был тренером, значит он был так себе, правильно? Инициалы, скорее всего, верные, да, если угодно. Джузеппе Матераци – это римские цифры. Если он очень громко, как в оперете, кричал на поле, и голос был красивый. Смотрите, что два года? Два года или часто занимал десятые места? Или два года подряд в чемпионате? Во время, когда тренировал, время тренировал. Всю свою карьеру. Давай, ну, десятое место – это хорошо. Кто будет отвечать? Ответит Валерий Семенов. Господин Семенов, прошу вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Родилась такая версия, что во время, вот в эти годы, когда римский клуб «Лацио», мы знаем, что «Лацио» традиционно является одним из флагманов итальянского футбола, вот когда тренировал эту команду Джузеппе Матераци, команда выступала не очень хорошо и чаще занимала, скажем так, десятые места в чемпионате. «Х» – это еще означает 10. Ну и, собственно, наверное, за эти не самые выдающиеся результаты для клуба и называли журналисты тренера «Мистер Икс». Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Римская цифра. Я так понимаю, что римская цифра 10 и «Мистер Икс» поэтому, да, господин Семенов, вы такую вот версию придумали? Да. Буква «Х», господин Семенов, да будет вам известно, в букмекерских конторах обозначается матч, который закончился в ничью, о чем и рассказывал господин Сулавка с первых секунд. Журналисты дали Джузеппе Матераци не через три года, а в процессе его тренерской карьеры прозвище «Мистер Икс» за то, что клуб «Латсо» под его кростом очень часто заканчивал игры с ничейным результатом. 1-0 пользу телезрителей. Я поздравляю телезрителей с первой победой в игре. В этом сезоне каждый телезритель, чей вопрос выиграет у знатоков, получит приз от 100 до 600 рублей. Сумма выигрыша зависит от счета. Например, за первый выигранный вопрос 100 рублей, за третий – 300, за шестой – 600. Первый выигрыш получает программист Дмитрий Олейников из Павлодара, Казахстан. Уважаемые телезрители, вы видите, выигрывать у наших знатоков можно. Представьте к нам свои вопросы. Мы ждем. А в сезоне 2018 года интересы телезрителей и защищает генеральный директор страховой компании «Кентавр» Сергей Прохорчик. Добрый вечер, господин Прохорчик. Добрый вечер, господин ведущий. Сегодня, как и в предыдущих играх сезона, все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли. По традиции получат выплату по страховке 100 рублей. «Кентавр» – классические традиции страхования. Господин Прохорчик, напомните нам про вашу акцию внутри компании «Кентавр» на страховые продукты. Много зрителей как раз включают наши игры уже к пятой отборочной игре. К финалу, им будет, я уверен, интересно послушать это. Как я уже говорил, господин ведущий, в этом сезоне мы решили провести акцию. Чтобы ознакомиться с условиями акции и в ней участвовать, нужно зайти на наш сайт kent.by, зарегистрироваться, получить уникальный код, потом в течение трех месяцев прийти с этим уникальным кодом к нам в компанию, получить до 20% скидки на все наши услуги, включая автокаску. Прекрасный подарок для наших телезрителей в юбилейный сезон клуба. Спасибо, господин Прохорчик. Также хочу сообщить, что в 10-м юбилейном сезоне вместе с нашими знатоками один из самых ярких, прогрессивных и стремительно развивающихся банков нашей страны. Да-да, госпожа Повышева, это Альфа-банк. Альфа-банк – это банк для тех, кто идет вперед. Сегодня защищать знатоков от имени Альфа-банка будет председатель правления Валерий Смолек. Добрый вечер, господин Смолек. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Смолек – решающая отборочная игра у нас сегодня. Я традиционно вас прошу быть беспристрастным. Как всегда. Второй раунд. Тяжело, тяжело молчать-то вообще. Лучшим знатоком первой игры этой команды в нашем клубе был признан Сергей Башлыкевич. Добрый вечер, господин Башлыкевич. Добрый вечер, господин ведущий. Сегодня вы тоже улыбаетесь, так же, как и лейтинг. Ну, пока поводов мало улыбаться. Господин Башлыкевич, скажите, вот для вас это третья команда за ваш шестой сезон в клубе. А почему так? Вы не уживчивый такой человек или что? В чем причина? Да, скорее наоборот, наверное. Слишком уживчивый и слишком много друзей в клубе, с которыми хочется поиграть. То есть капитаны буквально сражаются за право иметь господина Башлыкевича в своем составе. Я правильно понимаю? Это их внутренние дела, я не влаживаю. Но не было такого, что господин Супранович, например, на Кривой Козе где-нибудь там к вам подъезжал? Вот кто-кто, господин Супранович, то и не пытался. Не пытался. Но пока у господина Супрановича и без вас все хорошо, это точно. Смотрим. Сектор. Минск. Против вас играет Печатник флексографской печати Дмитрий Денисов, город Минск. Шаповышева, внимание, инструменты! Через минуту вам надо назвать профессию человека, который использует эти приспособления и объяснить, для чего они предназначены. Кондитер? Кондитер, сыродел, например. А может быть, макер какой-нибудь? Два, четыре, шесть штук. Шесть штук разных. Это не факт, вообще. Мыльные пузыри делать какие-то. Это будет прямая. А, слушайте, а может быть, это стеклодув какой-нибудь? Пузыри мыльные, слышите? Помутишь и каратесик. Вот такая непонятная вещь. Сахарная вата какая-то. Пузырь он принимает в форму шара, неудобно. Если мешать, получаются разные слои. Что-то продавливать. Слушайте, вот эта штука, да? Печатная какая-то. Что ими можно делать? Ими можно размешивать? Что-то продавливать. Это похоже на экструдеры, да, такие? Да, да. Ну вот, может, мороженое. А может, мороженое еще делать вот так вот по-разному? А красивые какие-то красивые. Вот, вот кончалые кофе. Борис-то, если кофе. Это классно. Рисовать. Это как миксер. Для нас, как нажатки для миксера. Посмотри, вот этим можно что-то холодненькое было. Зачем вот эти похожие вещи? Аттеллард, капучино, вот вся эта история. Ну да, то, что вот рисовывают на пенке кофе. Рисовывать рисунки на пенле. Хорошо. Прошу вас, кто будет отвечать. Ну, давайте я отвечу. Ну, госпожа Павушева, про формы ради. Я хочу сказать, с госпожой Гришкиной так уже бывало неделю назад, когда при счете 0-1 команда взяла помощь клуба. Вы теоретически можете это сделать, а можете отвечать сами. Много версий, я просто не знаю, что у вас там в голове происходит, на чем остановились. Нет, давайте мы пока не будем. Прибережете. Я бы предположила, что этими инструментами пользуются бариста. Для того, например, чтобы рисовать какие-то... Ну, сейчас вот так называемый лот-тарт достаточно популярен. Ну, рисунки вот на этой кофейной пенке. И, возможно, вот эти вещи нужны для чего-то такого. Понятно. Внимание, правильный ответ. Госпожа Павушева, ну, вы как опытный капитан знаете, что если вам что-то вынесли, это не просто так. Вот почему мы вам просто картинку не показали, а вот прямо сумели найти вот весь этот набор инструментов, которые нам прислал автор вопроса, и вынесли вам их? То есть с ними что-то надо было сделать, да? Что можно с такой палочкой, с такой вот набалдашником, в принципе, сделать нормальному человеку? Вот как вы думаете? Ну, можно... Если для этого больше ничего не нужно, то можно его куда-нибудь поприкладывать к себе. Каждый инструмент имеет особую форму. Давайте посмотрим, вот покажите нам их. Это используют логопеды. Вот на этой картинке, например, показана постановка звука ш-ш-ш-ш. У вас к логопедам никто в команде не ходил, госпожа Павушева? Мне кажется, что нет. Прекрасный вопрос. Жаль, что вы его не ответили. 2-0 пользу телезрителей. Печатник флексографской печати Дмитрий Денисов из Минска зарабатывает 200 рублей благодаря своему вопросу о логопедах. Уважаемые телезрители, присылайте к нам свои вопросы. Мы их с нетерпением ждем. Как видите, можно воевать и у такой сильной команды, как сборная девятого сезона под руководством Алены Павушевой. В сезоне 2018 года совместно с юридической компанией Олейников и партнером мы продолжаем практику юридического советника игры. Сегодня в спорных ситуациях принимать верное и справедливое решение мне будет помогать адвокат Денис Олейников. Добрый вечер, господин Олейников. Добрый вечер, господин ведущий. На телеканале ОНТ осенние игры «Что, где, когда» решающая пятая отборочная игра волнуется опытный капитан Алена Павушева. 0.2. Пользователи зрителей, один неправильный выбор и один раз, но действительно вопрос был серьезный. Продолжаем игру. Третий раунд. По окончании игры страховая компания «Кентавр» определит лучший вопрос сегодняшней игры, и автор этого вопроса дополнительно получит 500 рублей. Господин Прохорчик, поделитесь, если не секрет, а сколько у «Кентавра» на текущий момент активных клиентов, пользователей ваших услуг? Есть какая-то статистика? Порядка 10 тысяч, господин. Около 10 тысяч. Около 10 тысяч. Но я думаю, после вашей акции на сайте kent.by, я надеюсь, это количество серьезнейшим образом вырастет, господин Прохорчик. Я тоже надеюсь. Вы готовы к таким глубоким скидкам, большому количеству населения страны? Конечно, готовы, господин Владимирович. Рогачев. Против вас играет преподаватель Елена Константинович, город Рогачев. Писатель Кристофер Грэхен вспоминал, как в детстве получил в подарок двух черепашек и долго не мог выбрать имена для своих питомцев. Однако, поразмыслив, он назвал одну черепашку Фрэнсис, а другую Лесли. Внимание, вопрос. Почему Кристофер долго думал над тем, как назвать черепашек? И объясните его выбор. Он не мог научиться их отличать одно от другой. Он не мог определить пол, да. Девочка. То есть, смотрите, он долго не мог определить... Да, на самом деле Фрэнсис это не секс, это Франсина и Фрэнк. Это и то, и то. Нет, оба имени универсальные. Подходит и мальчику. Смотрите, он такой долго пытался понять потом, да. Понял, что он не поймёт и решил назвать универсальные. Хорошо, Фрэнсис Котт, там саму сэнерсинговая ритерация. Что Лесли кого-то мы знаем? Нет, нет, всё нормально. Объясните, почему эти имена не конкретно. В конце концов не развелись и он, на счастье, назвал Довчих Павлов. Или череп Трайт. Или ЛФ, да. Лесли, кроме Лесли Ньюсона, знаем кого-то. А может он где-то жил там... Лесли полная версия какая-то есть? Нет, нет, это полная версия имени. Хорошо. Лев и Л, что-то может с этим связаться? Вот, что должен Лев произойти-то. Что должно произойти-то? Наступило Рождество, наступили каникулы. Вышла новая серия его любимого фильма. Может они там смотрят, как они живут? Кто отвечает, прошу вас. Давайте я отвечу. Нам кажется, что так долго он выбирал им имена, потому что вот я, например, до сих пор не знаю, как определить пол у черепашки. Мне кажется, там ее как не вращай, никак это не поможет особо. Вот. И в какой-то момент он просто, видимо, отчаялся понять все-таки, кто из них мальчик, кто девочка, и решил назвать универсальными именами, потому что и Фрэнсис, и Лесли это имена унисекс, то есть могут подходить как мальчикам-черепашкам. Так и девочкам-черепашкам. То есть, например, если бы это было бы в России, он жил бы, то он как бы их назвал? Ну, например. Ну, Женя и Саша, например. Женя и Саша. Ну, а там это Фрэнсис и Лесли. Это правильный ответ, госпожа Полушева. Размочили. Один-два. Давай, Волоска. Один-два. Уважаемые телезрители, присылайте ваши вопросы к нам почтой. Посмотрите на экраны 22 00 50, город Минск, абонентский ящик «Что, где, когда» и по интернету сайты ond.by, tvigra.by. Выигрывайте у знатоков и зарабатывайте деньги своим собственным умом. Госпожа Полушева, мне показывают, вы улыбаетесь, настроение хорошее. Четвертый раунд. А я хочу напомнить, в «Осенних играх» также принимают участие команды Андрея Супрановича. Добрый вечер. Елизаветы Гришкиной. Здравствуйте, госпожа Гришкина. Дмитрия Шпака. И Федора Шведова. Господин Шведов, вы выступили застрельщиком о «Сенних играх». И вполне резонно, что именно вас я попрошу на этой решающей игре помочь господину Смолику в определении лучшего знатока сегодняшней игры. Не возражаете? Ну, в этой команде с огромным удовольствием. Особенным, да. Логойск. Логойск. Против вас играет историк Надежда Сиваева. Город Логойск. Посмотрите на экран. Этот памятник установлен в одном из городов Европы. Как вы видите, нижняя часть монумента напоминает тяжелый мельничный жирнов. А его верхняя часть представляет собой заостренную стеллу с изображением яркого солнца. Внимание, вопрос. Вам надо назвать человека, которому посвящен данный памятник. Слушайте, можно ли, перник? А может быть, что Архимед? Ну, нет, сдвинул землю и остановил солнце. Это все-таки проявление. А, это же пора. Это, типа, премьер. Кто сказал? Архимед, может быть? Слушайте, я переверну. Архимед, может быть? Архимед. Мельничный жир, да. Еще Мельничный, если какой-то известный син Мельника или фамилии Смельником. Миллер, Мельников. Вот, и опять же, опять же, Солнце, Коперник у нас есть. Солнце, как будто бы, это Милл. Ну, непонятно, да? Какой-то механизм и какая-то такая штука. Ну, заставил вращаться Землю, потому что. Ну, это Коперник. Коперник, Торо. Все, поехали дальше. Хорошо, Торо ненормально. Еще, кто-то еще. Что, кто-то? Какие-то другие астрономы. Ну, в принципе, тоже, но почему Мельничный? Нет, чего? Я имею в виду, как Мельничный, типа, спалил флот отражением Солнца. Ну, это не выше похожего на его родные мельника. Ну, зачем Мельничный, что-то веке вокруг Солнца сейчас. Кто, кто Коперник первый придумал? Ну, не важно. Торо ненормально. Могу поставить. Да, Торо ненормально. Торо ненормально. Я просто повторяю Торо ненормально, потому что все говорят Торо ненормально. Госпожа Павышева, у нас отборочная игра решающая. Поэтому я позволю себе один раз все-таки сделать легкий кивок в вашу сторону. Если вы сейчас возьмете помощь клуба, я повторю вопрос. Давно так не угрожали. Я, конечно, господин ведущий, вам доверяю. И верю, что вы любите нас и хотите нам помочь. А может, я больше люблю команду Супрановича и Гришкиной, которых тяну в финал. Именно поэтому ответит госпожа Шибут. Прошу, госпожа Шибут. Мы видим Солнце. Возможно, дело как-то связано с астрономией. Потому что как-то очень давно считалось, что Земля находится в центре Вселенной, а Солнце бегает вокруг нее. Но благодаря трудам Николая Коперника, в первую очередь, многие стали считать иначе. То есть вы думаете, что это памятник Николаю Копернику? Да. Ну, где я не спрашиваю, это не важно. Хорошо. Внимание, правильный ответ. Супрана Повышева. На самом деле, когда я хотел повторить вопрос, то перед помощью клуба я бы вас спросил бы, назовите художника, которому посвящен данный памятник. Просто вы художников совсем, вы много известных людей пообсуждали, а художников нет. А я бы вам подсказал бы, что это художник. Потому что в тексте автора вопроса, там есть такая помарочка, что это именно художник. А если бы это был художник, Алена, вы бы кого бы придумали? Так, с лету смогли бы кого-то придумать? Ну, да винчево, наверное. Вы знаете, тяжелый мельничный жернов символизирует Нидерланды. Там мельниц много. И связанный с ними мрачный период творчества этого человека. А вот заостренная стелла с изображением яркого солнца, конечно же, это Франция королевская, да? Солнце. И яркому солнечному этапу творчества. Этот памятник посвящен знаменитому художнику Винсенту Ван Гогу. Ван Гогу это памятник. 3-1. А я напоминаю, что по традиции, сегодня мы выберем лучшего знатока игры, который получит специальный приз от Альфа-банка. Золотая карта и набор привилегий Gold с 500 рублями на счету. Набор привилегий это комплекс наиболее популярных услуг Альфа-банка, которые упакованы в единое предложение. Набор привилегий Gold включает бесплатный выпуск двух премиальных карт белорусских рублях, долларах или евро с бесплатным обслуживанием и перевыпуском. Господин Смолек, последняя отборочная игра идет. Думаю, самое время все-таки раскрыть интригу. Какой уникальный приз получит лучший игрок осенних игр? Да, набор премиальных привилегий Black и 1000 рублей на картах Black. От Альфа-банка. От Альфа-банка. Спасибо, господин Смолек. Есть за что посражаться. Продолжаем игру. Пятый раунд. Давайте надеяться, что закончилось на этом все интересное и оставлю что-нибудь веще. Господин Смолек, напоминаю вам состав команды. Сегодня за столом играет Сергей Башлыкевич, вот мы уже с ним поговорили сегодня. Елена Шибут, Валерий Семенов, Денис Сулавка, Владимир Михалченко и капитан команды Алена Повышева. Госпожа Повышева, надо доверять господину ведущему. Да тут, понимаете, господин ведущий, нам бы вряд ли это помогло. Вот это я уже не знаю, конечно. Блиц. Блиц это три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы получить очко в этом раунде, команде Алены Повышева надо правильно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Знаменитый психоаналитик Карл Юнг говорил, Это постановка, в которой вы невольно придумали сценарий персонажей и сами же в ней играете. Пенсионерка из Ашмяна Ирина Хиневич спрашивает, о чем так говорил Карл Юнг? Жизнь? Жизнь? Жизнь или сон? Жизнь? Нет, но в жизни ты не придумываешь персонажей, они приходят к извне. А он занимался? Он занимался сном? Ну подсознание. В том числе. В том числе. Ну то есть вы считаете, что сон лучше, да? Ну просто как ты придумываешь персонажей, сон лучше за привлением? Ну в жизни, почему персонажи приходят извне? Нет, но ты по жизни. Ладно, согласна, в жизни ты влияешь на сценарий. Прошу вас, все госпожа Повышева, 20 секунд вышла. Я отвечу, мы считаем это сон. Ну сновидение, но сон конечно, да, мы засчитаем. Это правильный ответ. Продолжаем. Блиц. Вопрос второй. В молодости это резьба на камне, в старости чертеж на песке. Пенсионерка из Гомеля Татьяна Жмаева спрашивает, а о чем так говорится в Талмуде? Память. Память. Или учеба какая-то. Нет, ну это память. Да, ты запомнил все в детстве, а память. Хорошо, там какие-нибудь, как морщины только наоборот. Как морщины только наоборот. Это глубокое. Здоровье? Здоровье может хрупкое, нет? Нет, тут все-таки ты фиксируешь. То есть одно фиксируется крепче, а второе легче. Хорошо. Госпожа Повышева, кто отвечает? Владимир Михайловиченко. Прошу вас, моя Михайловичка. Это память. Именно память вы думаете, да? Ну, то есть в молодости мы хорошо запоминаем и надолго, а в старости, как на песке это запомнили, там пришла волна, смыл и забыли быстро. Угу. Внимание, правильный ответ. На самом деле в Талмуде так говорится об учении, потому что учение, оно как бы вот в процессе учения, а дальше уже память подводит. Господин Алиников, тут у меня такой к вам вопрос. Понятно, что это блиц. Все-таки, понимаете, резьба на камне, это же процесс. И чертеж на песке, это процесс. Учение, это тоже процесс. А память, это уже как бы, ну, какая-то фиксация результата. С одной стороны, вроде бы, команда проникла в суть вопроса, потому что действительно, ну, понятно, что зачем учение, если памяти никакой. С другой стороны, чуть-чуть промазали. Но это блиц, тут как бы немножко полегче мы обычно засчитываем, не засчитываем ответы. Ну, не знаю. Меня уговариваете, господин Алиникович? Нет, я пока вслух размышляю. Вы хотите подумать со мной? Да. Какой ответ в карту? А вы что подумали? Какой ответ в карту? Учение. Учение, да. Ну, господин ведущий, какое учение без памяти? Оно бессмысленно. Конечно, память. То есть, вы думаете, что еврейские мудрецы в Талмуде сами подошиблись и поэтому написали учение? Ведь в этом и мудрость, господин ведущий. То есть, если учение прошло без памяти, то знакомство с учением не состоялось. Ну, я исходя из этой же логики, у вас это не спрашиваю. Так бы я бы уже давно не засчитал этот ответ как верный. Господин Прохорчик, вы не возражаете, если мы засчитаем этот вопрос? Мне тоже кажется, что… Возражаю. Возражаете. Почему? Ответ красивый, но неправильный. Но учение и память – это, суки, разные вещи. Ну, это же как бы причины и следствия. То есть, вы хотите сказать, что человек с плохой памятью вообще не может учиться? Ну, это оно бесполезно в смысле будет. Это будет как чертеж на песке. Не, ну почему? Почему бесполезно? Человеку с плохой памятью надо больше учиться. Вот и все. Но учение и память – это все-таки разные функции. Хорошо. Нас один-один. Давайте послушаем господина Смолик. Он обещал быть беспристрастным на последней решающей отборочной игре. Вот мы и посмотрим. Это с трудом верится. Да, господин Владимирович, я думаю, что третий вопрос блиц покажет, на самом деле, способна команда брать блиц или нет. Здесь действительно спорная ситуация, но мне кажется, что когда вы задаете вопрос какой-то, да, без конкретного упоминания действия вы хотите услышать или результат, то любой из ответов должен быть принят. Да, то есть действие – это учение, результат – это память, которая запомнила то, что она изучила. То есть в данном случае они ответили правильно по сути, там по форме, какая именно из частей процесса упомянута уже, мне кажется, не столь существенно. Хорошо, продолжаем блиц, вопрос третий, решающий. Преподаватель из российского города Дзержинска Светлана Попонкина интересуется, что французский философ Антуан Арно назвал искусством верно направлять разум в познании вещей? Логика какая-то? Талант? Математика? Талант? Интуиция? Интуиция? Понимание? Искусство? Что еще раз? Верно направлять разум в познании вещей? Философия может быть? Да, философия тоже может быть. А кто он французский философия? А преподавание может быть? Она преподаватель? Учение второй раз… А, да, все, нет, с другой раз. Надо выбирать госпожа Повышева. А вы не могли бы, господин ведущий, повторить вопрос? Ну нет, я уже после второго вопроса Блица уже вообще боюсь тут хоть как-то в вашу сторону. Хорошо. Это правильно. Искусством верно направлять разум? Мы считаем, что философ назвал философию. Внимание, правильный ответ. Антуан Арно говорил, искусство верно направить разум в познании вещей в ту или иную сторону – это логика. Логика. Логика – правильный ответ. Не взяли Блиц, 4-1. 4-1. 4-1. Ладно, не важно. Что-то сбился победный прицел у капитана, играющей сегодня команды. Второй не выбор Алены Повышевой. Ну, хотя, действительно, где-то и философия здесь логично была. Госпожа Повышева, я все-таки нахожусь на вашей стороне в первой половине игры, и поэтому дам вам возможность передохнуть. Спасибо. Выпейте чаю. Чайная пауза. Ребят, мы вопрос уже не взяли, давайте не будем к нему возвращаться. Уважаемые телезрители, в юбилейном сезоне я с удовольствием представляю вам чай белорусского клуба знатоков. Королевский чай Ричард. Чай Ричард – это роскошные классические купажи с необыкновенными, изысканными оттенками во вкусе и аромате, которых не встретишь ни в одном другом чае. Ричард – настоящий королевский вкус. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Адамович Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бородак говорит Лучше, чтобы они не уходили с работы Кто отвечает? Госпожа Повышева Минута вышла Прошу вас Ну, будем надеяться, что это было не зря Если я правильно понимаю мысль, которую хотели донести Уважаемые капитаны Он приносил эти сапоги с работы домой Для того, чтобы те, кто остался на его работе Продолжали там находиться И не могли оттуда уйти домой Внимание, правильный ответ Шапоша, а вот вы думаете, вы правильно сейчас помощь клуба взяли? Вы повторили то, что вам говорил господин Башлыкевич в первой половине обсуждения Господин Семенов его очень поддерживал в этой версии Я так понимаю, вы где-то не услышали, скорее всего Мне по-прежнему не нравится эта версия Она вам может нравиться, может быть не нравится, госпожа Повша Может не нравится, не нравится играем Тут немножко другая игра Сапоги принадлежали его немногочисленным подчиненным, песцам Которые в те дни, когда не выполняли в срок задания Таким образом, оставлены им были на службе на ночь Доделать неоконченную работу Ну а веревочка, потому что там не от одного человека сапоги А от нескольких, чтобы нести было удобнее По-моему, все очевидно Два-четыре Кто вам подсказал госпожа Повышева? Кого вы запомнили? Господа Борода и Супранович Господин Супранович? Ладно, господин Борода, он финалист зимы, тут все понятно Господин Супранович, вы подсказали госпоже Повышевой правильную версию Или вы тоже Андрею считали, что она неверная, поэтому подсказывали? Ну я, конечно, не был уверен до последнего, но все-таки Вот какой господин Супранович честный знаток Давайте поаплодируем подсказчикам, официальным, по крайней мере А я хочу рассказать правила осенних игр В играх принимает участие 5 команд нашего клуба Это команды Андрея Супрановича, Алены Повышевой, Федора Шведова, Дмитрия Шпака и Елизаветы Гришкиной Сверху мы видим с вами телезрители Сергея Буяна и команду Ильи Бороды Вот видите верхние плашки? Это команда уже в зимних играх А сегодняшняя интрига очень простая На текущий момент у нас за столом команда Алены Повышевой Если команда Алены Повышевой сегодня выигрывает со счетом 6-4 или лучше То в финале осенних игр эта команда Если проигрывает или с другим счетом играет То тогда в финале команда Андрея Супрановича А также вторая интрига игры это команда Елизаветы Гришкиной Которая свою игру проиграла, но осталась в рейтинге 2018 года И поэтому Елизавета стоит, не улыбается, потому что всей душой желает проигрыша команде Алены Повышевой Потому что если команда Алены Повышевой проиграет А команда Андрея Супрановича выйдет в финал, там победит То и команда Елизаветы Гришкиной с осени попадет в зимние игры Вот такой у нас расклад, уважаемые телезрители А сейчас, внимание! Судьба главного приза осенних игр 2018 года определится в финальной игре Которая состоится уже через неделю, 2 ноября Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит Малую хрустальную сову и денежный приз 2000 рублей Если же через неделю в финале победят телезрители То Малую хрустальную сову и 2000 рублей получит лучший игрок команды телезрителей Автор лучшего вопроса финала Седьмой раунд Уважаемые телезрители, чтобы представить вопросы знатока Вы можете воспользоваться нашими сайтами Посмотрите ont.by, это сайт телеканала ONT И tvigra.by, сайт нашего клуба На сайте, например, нашего клуба можно пройти по ссылкам Посмотреть, сколько игр в клубе провела, например, госпожа Повышева Или вот показывают нам господина Семенова Господин Семенов, какая у вас игра в клубе? Вы-то сами знаете? Я надеюсь, что будет сегодня победная У вас седьмая игра сегодня, господин Семенов Всего лишь седьмая А у госпожи Шибут, например, 28-я В четыре раза опытнее вас Елена Вот так вот Пенсионерка Лидия Хоменко из Гомеля нам прислала свой вопрос Видите, конверт большой пришел А вот фотографию нас, к сожалению, телезрительница не прислала Давайте, слушаем внимательно Слушаем внимательно Слушаем не просто, а цитату из произведения Вениамина Рудова Действие которого происходит в Советском Союзе Он без малого круглые сутки разговаривал Вздыхал, смеялся и плакал Стонал, храпел Музицировал на всевозможных инструментах от пианино до гитары Без конца полнился звуками Чтобы лишь на короткое время Под утро Затихнуть Внимание, вопрос А о чем? Так говорил писатель Мне страшно изменилось Радиоприемник Радиоэфир То есть общее, то есть что-то Не одна Так, между приемником и эфиром Разговаривал, залюб Почему так важно, что в Советском Союзе Подзвутник круглосуточный Он не мог, он не мог Он круглосуточный Круглосуточный, его не выключают Погоди Почему так важно, что в Советском Союзе А, видишь, чем закончилось? Под утро Затихал Не может спутник засихнуть? Фонтан какой-то Двор какой-нибудь Собаки какие-то Двор хороший Что? Двор, просто двор И там что-то происходит Двор, колодец какой-то По дворе происходит, да Коммунальная квартира Коридор коммунальной квартиры Коридор коммунальной квартиры Красиво, это красиво Ну и Советский Союз зачем-то Советский Союз Еще, подъезд Может двор Может подъезд А, ну Советский Союз Радио, радиоприемник Или коридор коммунальной квартиры Нет, под утро Под утро Радио нет Радиоприемник Да, радио включает А нам сказали, что в Советском Союзе Что? Тишина Очень важный момент в игре Полная тишина Что ж такое Госпожа Повышева Ну тут уже, вы извините Сами довели до такой ситуации Тут надо выбирать правильно И отвечать Кто? Отвечает Что отвечает? Я отвечу Отвечаете Я могу вам повторить вопрос Да, если несложно Господин Прохорчик, вы не возражаете? Нет Это не будет нарушением прав телезрительного? Нет, нет, нет Вопрос просто длинный Все молчат Ничего, повторяйте Послушайте цитату Из произведения Вениамина Рудова Действие которого происходит В Советском Союзе Он без малого круглые сутки Разговаривал Вздыхал Смеялся и плакал Стонал Храпел Музицировал на всевозможных инструментах От пианино до гитары Без конца Полнился звуками Чтобы лишь на короткое время Под утро Затихнуть О чем так говорил писатель? Он так говорил о коридоре коммунальной квартиры Внимание, правильный ответ Господин Прохорчик, так Вениамин Рудов Описывал типичную советскую обстановку Которая происходила в домах Панельных домах того времени В таких домах, как многие из нас знают Хорошая слышимость Ну, наверное, действительно Как в коммунальной квартире Мне кажется, вы проникли в этот многоверсионный вопрос И я засчитываю этот ответ как верный Молодец, госпожа Полышева 3-4 Восьмой раунд Я думала уже сейчас Госпожа Полышева Был у нас небольшой перерыв на рекламу Скажите, как вы выдохнули после прошлого вопроса? Да я, господин ведущий, две секунды назад поняла, что это был он, если честно Думала уже все, Борис-то выпал А, вы уже думали, что уже волчок прокрутился? Да, удалось нам, госпожу Полышеву, сегодня немножко выбить из колеи вместе с нашим волчком Ну, госпожа Полышева, мне кажется, что вы сами кузнец собственного несчастья на сегодняшний момент времени А сейчас активно выбираетесь из тех вопросов, которые, в принципе, были бы сложные Тринадцатый сектор Втроем Тринадцатый сектор Госпожа Полышева, у вас есть два варианта развития событий Вы можете либо остаться втроем и 20 секунд будет на размышление Либо оставлять какого-то одного игрока И в случае, внимание, если он даст правильный ответ У вас будет сэкономлена одна минута При таком счете, возможно, это тоже неплохой выбор Что вы будете делать? Нет, мы будем, господин ведущий, играть втроем А вы бы мне кого порекомендовали оставить? Вот, будучи вы на моем месте Напоминаю, что здесь я выбираю обычно остающихся Не люблю я этот момент У меня вот первый раз, кстати, такое Когда мне надо понять, как вы хотите сделать Как я хочу или как я не хочу, наоборот Ну вот, если бы Вы были на моем месте Я была на вашем месте Я бы оставила господина Семенова Так Госпожу Шибут и себя То есть вы думаете, вот так бы я бы сделал Я думаю, что если вы сделаете наоборот Это тоже будет неплохая команда Вот что я думаю, если честно Я понял Ну, госпожа Повышева Я хочу вот что сказать Во-первых, я удивлен, почему вы не оставляете господина Башлыкевича Потому что он как раз-таки придумал Ну, конечно, не весь дом панельный Но как минимум он говорил про подъезд на прошлом вопросе А мне кажется, это был пока самый сложный вопрос, который прозвучал Поэтому я бы оставил господина Башлыкевича, конечно же Поэтому господина Башлыкевича мы оставляем Кто у нас там еще есть в команде Я бы оставил бы, конечно, человека, который умеет накидывать версии Это важное в этой игре Это господин Сулавка Ну и, конечно, если вы так уже совсем хотите Конечно, мы можем оставить с вами госпожу Шибут Потому что она тоже сегодня генерирует прекрасные версии Очень хорошо Вот такая у нас будет команда Три генератора, но без капитана Кому вы оставляете ИО, госпожа Повышева? Господина Сулавка Господин Сулавка Господин Сулавка с повышенницем Спасибо ИО Против вас играет педагог-психолог Елена Варламова из Могилева Скульптор Стефан Балкинхолл В середине 1990-х годов подарил Лондону скульптуру мальчика Которую разместили на буйке посреди Темзы Внимание, вопрос А почему через некоторое время городские власти распорядились убрать эту скульптуру? Все стали туда плавать И много танули, чтобы доплатить сфотографироваться Или птицы его облюбовали и очень некрасиво получалось А как это мешает? Не мешает? Ну власти распорядились именно убрать Или тоже крали, поскольку за ним сложно присматривать Как чаши-капыши, которые крали Не будет, он, наверное, мешает На буйке, мальчик стоит на буйке Прошу вас, кто отвечает? Давайте я попробую сформулировать командную версию Мы считаем, что эта достопримечательность стала настолько популярной, Что очень многие жители и гости Лондона пытались добраться до нее в плавь А для чего? Ну, например, для того, чтобы... Это очень важно Я так на всякий случай вам хочу сказать, что мне важно Для чего они туда плавали Раз вы уже сказали, что они туда плавают Это важно Хорошо Я думаю, что они хотели запечатлеть себя с этим памятником То есть такое селфи своеобразно сделать? Ну, в 90-е годы это, наверное, была еще все-таки фотография Но типа селфи А да, а почему тогда распорядились убрать в такой вашей логике? Дело в том, что это было опасно для жизни И, скорее всего, местным спасателям приходилось многих таких неудачливых селфингеров спасать потом И селфингистов, да? Внимание, правильный ответ Очень спорная сегодня игра Талантливый скульптор Стефан Балкинхолл создал настолько реалистичную скульптуру господин Сулавка К тому же находившуюся довольно далеко от берега Что прохожие принимали ее за действительно настоящего мальчика И бросались в воду его спасать Вы не проникли в суть этого вопроса Я не могу его засчитать как верный 3-5 А я поздравляю педагога-психолога Елену Варламову из Могилева Вы зарабатываете 500 рублей своим собственным умом Продолжаем игру, девятый раунд Давайте посмотрим, какие вопросы лежат на игровом столе Бариста сектор, Сморгонь, затем Слоним, затем Быхов И вот отдельно Кленки Ну то есть варианты, скорее всего, либо Кленки, либо Бариста Госпожа Повышева, у меня для вас хорошая новость А в секторе Бариста сегодня не Супер Блиц? Сегодня у нас в студии находится господин Смолик, представитель управления Альфа-Банка И он, возможно, как он нам сам сообщил, даст вам минуту в кредит В случае, если она вам понадобится Сморгонь Сморгонь будет играть, пока любит наш волчок госпожу Повышеву и ее команду Против вас играет сотрудник спортивной школы Сергей Синицкий из Сморгони Двадцатый вопрос у господина Синицкого, немного меньше, чем у господина Адамовича, но тоже юбилей Ну а с кем пообщаться? Давайте с господином Башлыкевичем пообщаемся В сложные моменты будем общаться с лучшими игроками предыдущей игры Ксен Башлыкевич, скажите, а вы бы хотели построить собственный домик в американском городе Лас-Вегас? Ох, даже не знаю, я построил с отцом собственный домик в белорусском городе Ашмяны Так И пока меня тянет туда больше, чем в Лас-Вегас Ну а вы представляете, что такое Лас-Вегас, где он находится? Да, в пустыне, наверное, жарко, кругом туристов То есть в Ашмянах? Я думаю, в Ашмянах поприятнее Хорошо И это не просто ура-патриотизм, это я уверен Хорошо, ну тогда давайте так, эта информация в вопросе и в ответе будет вам просто, ну как бы для какой-то общей знаний, да? Не для размышлений, раз вы в Лас-Вегас не собираетесь Спасибо Внимание, вопрос Что власти Лас-Вегаса категорически запрещают включать в проект новых частных домов, строящихся на территории города? Поле для гольфа? Нет, вывески, окна, вывески Это будет рекламу, подсветку наружную, чтобы и так... Проект домов, то есть башенки какие-то, ограждения, бассейны Да, окна, какие-то, большие вот эти солнечные окна Это не проект дома, это проект участка, все, что в участке, это проект участка, воникатель Да, лестницы, камин Что? Камины, то есть, ну потому что там очень жарко Там жарко, приезжают экреманы, подвалы В чем суть? Солнечные батареи Им должно быть, чтобы визуально это было плохо, правильно? Окна, а современные что-то там есть? Крыши какие-то, ну, батареи Солнечные батареи Вот солнечные батареи, они бликуют, например, в самолеты Ну, это странно? Да, там большой аэропорт рядышком Что еще может быть самолетом? Может быть, подсветка дома? Может быть, подсветка дома? Светятся владельники? Почему тогда во всем в остальном мире строят эти солнечные батареи? Ну, слушай, ярко, смотри, город сам А может, чего-то еще? Мне не нравится? Нет, это такой момент А чтобы люди там не задерживали Расчет воды, фонтаны, фонтаны, бассейны нельзя включать Ну, это тоже не пройдут дома Лишний расход воды в доме, лишний расход дома Ванны? Ванны? Ну, ванны надо А, только душевые кабины, без ванны Тише, 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 тише Минута закончена Вы проигрываете 3-5 У вас есть право на помощь от Альфа-банка Если господин Смоленко ее даст, то можно отвечать Я сама отвечу Мы зачем-то разговаривали с господином Башлыкевичем до этого Непонятно о чем Кто отвечает? Или что вы делаете? Я отвечу Прошу вас, господин Повышева Итак, что власти Лас-Вегаса категорически запрещают включать в проекты новых частных домов, строящихся на территории города? Ванны в ванных комнатах Вместо этого они требуют ставить душевые кабины, чтобы уменьшить расход потребляемой воды Внимание, правильный ответ Ну, давайте мы послушаем то, что нам прислал телезритель Бассейн Бассейн, это не дом Господа Повышева, проект частного дома это проект не только дома, естественно, но и крыльца Нет, господин Повышева, простите, пожалуйста, но нет Он находится на территории пустыни Мохаве, город Лас-Вегас Поэтому местные власти принимают всяческие меры, пишет нам телезритель, чтобы поддерживать водоснабжение, тут вы правы, постоянно растущего города на должном уровне Местные жители, согласно требованиям закона, обязаны исключать из проектов новых домов газоны, трава которых требует постоянного полива Это проект придомового участка, господин ведущий Господин Смолик, вы тоже считаете, что это проект придомового участка, а не дома? Нет, я, конечно, считаю, что это проект не дома, но, тем не менее, наверное, можно сказать, что это проект общей домовой территории, но просто расход воды они, в принципе, угадали Ну, это же как бы понятное дело И я, конечно, думал про бассейн скорее, потому что в душе можно воды вылезть гораздо больше, чем в ванной, но это не важно, да? Я уже к этому не цеплялся Да, но то, что про расход воды, вот основную мысль все-таки взяла команда И что? Я утверждаю, что формулировка вопроса абсолютно некорректная, потому что в проект дома никаким образом не входит придомовая территория Это разные вещи, это может быть проект участка и все, что угодно, газон не относится к проекту дома Это я говорю вам как человек, который делал проекты домов Хорошо, давайте послушаем, мы ваше мнение услышали, давайте послушаем теперь господина Прохорчика Нервная игра, господин Прохорчик, но надо сохранять трезвое, так сказать, отношение к действительности, прошу вас, Сергей Постараюсь сохранить трезвое отношение Ну, то, что в штате Невада мало воды, это знают все Все-таки у нас интеллектуальный клуб, а не передача Дом-2, это понятно Вопрос, может, действительно достаточно такой, ну, не совсем очевидный, но я считаю, что знатоки не справились Я понял Господин Алиников, у нас коллизия, мы не в клубе про корректности и некорректности, особенно в режиме онлайн вообще, ну, как бы, такое никогда не обсуждали И я и не планирую это делать в этой игре Вопрос только в том, что команда действительно там что-то намекнула на расход воды, перепутав там ванну с душем, это другой вопрос Господин Смолник, мы вас уже послушали Я хотел бы, это юридическая коллизия, поэтому давайте послушаем юридического советника игры Для этого мы эту должность и вводили в свое время Да Я предлагаю подумать о том, чтобы снять с этого вопрос Господин ведущий, ну, смотрите, там, вопросы корректности, как бы, названий проектной документации Это, в общем-то, вопрос права соответствующих стран, да, если уже так говорить Что там конкретно входит в понятие проект дома, да, входит ли сооружение и придомовая территория или не входит Но я здесь усматриваю то, что вопрос, как бы, был неправильно понят знатоками, да Вот это вот, как утверждает госпожа Повышева, вот эта фраза, проект дома Повинили их, повинили авторов вопроса, но немножко сбило с толку, по мнению госпожи Повышевой Но в то же время, в то же время, ну, мы, по-честному, должны сказать, что мы и не слышали, чтобы обсуждались какие-то версии, связанные с придомовой территорией, газон И отсекались исключительно, ну, версии они либо есть, либо нет, да Они могут отсекаться, учитывая то, что они не попадают, да, в формат вопроса Но если бы эта версия обсуждалась и была отсечена, потому что команда посчитала, что это не относится к проекту дома Я бы сказал, тут, ну, какая-то правда есть определенная настройка Господин Маленьков, мы с такой же логикой отсекли версии бассейна и тоже не продолжали Ален, давайте не перебивать, на мой взгляд, как бы, версия не обсуждалась, поэтому, как бы, вопрос и не сбил в данном случае Я вас услышал, делаем мы следующее Тут у меня два варианта, либо сейчас вам проигрыш 3-6, это первый вариант развития событий Либо второй вариант, мы можем сделать счет 5-5, ну, либо 0-0, это не важно Мы оставляем у вас одного игрока А этот игрок играет на тот вопрос, который ему укажет Волчок Если игрок правильно отвечает, то вы, как бы, обгоняете, получается, команду Елизаветы Гришкиной И становитесь второй, но не лучшей командой осеннего рейтинга И тут уже все будет в руках Андрея Супрановича и его команды на финале Но тогда у вас остается шанс играть в этом году Переигрывать игру мы, конечно же, не будем Второй, но не лучший, вы имеете в виду, что если господин Супранович... Господин ведущий, но это несправедливое по отношению к команде Елизаветы Гришкиной Извините решение, пока вы его не приняли, я позволю себе высказаться Да, это понятно Я тоже не согласен с этим решением И что мы будем делать тогда? Господин ведущий, игра сыграна Давайте не будем принимать решения, которые размывают рамки игры, наши традиции и устои Да, это обидно, но надо уметь проигрывать 6-3 Сейчас становится 3-6 в пользу телезрителей Команда Алены Повышевой терпит поражение Перемещается на нижнюю строку рейтинга команд клуба И прекращает свое участие в осильных играх что, где, когда Вот имена телезрителей и победителей Дмитрий Олейников из Павлодара с вопросом о тренере X 100 рублей заработал Дмитрий Денисов из Минска с вопросом о логопедах 200 рублей Надежда Сиваева из Логойска с вопросом о Ван Гоге 300 рублей Светлана Попонкина из Дзержинска с вопросом о логике 400 рублей Елена Варламова из Могилева с вопросом о скульптуре мальчика на Темзе 500 рублей зарабатывает И, наконец, Сергей Синицкий из Моргони с вопросом о газонах в Лас-Вегасе Зарабатывает 600 рублей и победу команды телезрителей канала ОНТ Мы поздравляем победителей Уважаемые друзья А сейчас подарок от знатоков Кофе знатокам нашего белорусского телеклуба в юбилейном сезоне Новинка этого сезона Кофе Бариста Арт Бариста Арт Это три уникальных бленда кофе Совершенных, как произведение искусства 100% арабика И всегда свежая обжарка Бариста Арт Вкус вдохновения Сейчас будет определен лучший игрок команды Алены Полушевой Господин Шведов, каково ваше мнение? Кто это? Ну, по моему мнению, мне мои команды Человек, который проявил настоящий бойцовский характер Как ни парадоксально звучит большое мужество Это, конечно, Алена Полушева, безусловно Вы номинируете госпожу Полушева Господин Смолек Ваше слово решающее в этом вопросе Да, ну, на самом деле, не за бойцовский характер А за такой какой-то выбор, не знаю, внезапный Когда Алена взяла себе ответ Она именно становится лучшим игроком Это вы же про что говорите? Про вопрос про дом, да? Да, про вопрос про коммунальный подъезд Коммунальный коридор в большом доме Алена, я вас поздравляю Как лучше у вас на такую игру Вам достается золотая карта Набор привилегий голл от Альфа-банка С плюсистами рублями на счету Господин Прохорчик, кому достанется приз За лучший вопрос сегодняшней игры? Ну, я, во-первых, телезрителей поздравляю Заслуженной победой, которую у них чуть не отняли А лучший вопрос это про мальчиков Темзы Господин Прохорчик, благодаря вашему решению И компании Кентавр Педагог-психолог Елена Варламова Из Мигилева зарабатывает Дополнительные 500 рублей Наше поздравление телезрителю Давайте посмотрим, чьи вопросы лежали на игровом столе Но не выпали Это вопрос из сектора Бористо Вопрос из Слонима от Алексея Шевнина Из Быхова от Набила Бринси И из Кленок от Анталии Усовой Все перечисленные авторы вопросов Получат капитацию от страховой компании Кентавр 100 рублей В следующую пятницу нас ждет финал Как только что мы выяснили В нем сыграет команда Андрея Супрановича Господин Супранович, я вас поздравляю Вы единственная команда, которая сумела одержать победу Над телезрителями в осенних играх А вы помните, на вашей игре мы говорили про статистику Что когда вторая отборочная игра То вы всегда в финале осени Сейчас, благодаря господину Олейникову и промах госпожи Повышевой Вот вы опять в финале Мои поздравления Ну и я поздравляю команду Елизаветы Гришкиной Госпожа Повышева, ну а что с вами делать? Будем думать Алена, эта игра окончена Спасибо за игру Спасибо вам Спасибо. 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 Спасибо.